Идея в чем заключается? Но начнется какой-то другой. Потому что вся жизнь человека — это испытания, мои хорошие. Если вы хотите, чтобы когда-нибудь раз, и все было хорошо, то такого не получится. Это неправильная вера. Хорошо становится тому, кто побеждает судьбу. Если человек знает, как ему себя вести, как жить правильно, ему становится хорошо. Потому что жизнь человеческая предназначена для сдачи экзаменов, а не для счастья. Но если человек верит, что его жизнь предназначена для счастья, рано или поздно Бог такому человеку особое испытание дает в жизни. Это особое испытание означает, что Бог как раз дает ему это счастье, которое он ждал. И этот человек сразу становится зависимым от этого счастья. Он привязывается к нему. Что значит привязываться к счастью? Это значит, что человек не может без этого жить уже. И это ужасно, потому что это самое счастье и разрушает его жизнь. Потому что человек, когда он зависит от счастья, к нему счастье, когда приходит, он такой... Такой радуется беспричинно. Когда счастье уходит, он... Беспричинно мучается. Хотя на самом деле счастье не приходило, не уходило. Потому что вся эта жизнь, постоянно движение. Сегодня у тебя лучше чуть-чуть жизнь, завтра чуть хуже. Но если ты как бы не зависишь сильно от этого, ты понимаешь, что ты просто, когда правильно живешь, всегда ты побеждаешь эти все проблемы. И ты всегда счастлив. Вот это правильное мышление. Но если человек привязывается, вот допустим, мой муж, он богатый такой, представьте, богатый, красивый такой мужчина. Вот. И она привязалась к нему. Вот. Ой, такой хороший. Как одна девушка такая мне рассказывает. Слушайте внимательно. Олег Геннадьевич, у меня такой возвышенный очень муж. Он такой вообще классный, такой возвышенный. Он очень разумный. Я дальше ее не слушаю. Я говорю, вы с ним еще живете? Или уже нет? Она говорит, уже нет. Я говорю, а как это получилось? Она говорит, а вот знаете, как бы, он мне честно вот сказал, что я такая грешница и глупая, и что он нашел себе святую. И сейчас вот он святой, и она святая, живут вместе, а я грешница с ребенком как бы осталась одна. Я говорю, очень замечательно вы мыслите. Просто знаете, святые люди никого не бросают. А святые женщины никогда не разрушают чужие семьи. И начал знания давать. Она говорит, ну почему мне тогда кажется, что он такой святой? Я говорю, вот именно, что вам кажется. То есть вы просто начали верить в человека. И из него сделали идола. И этот идол, он начинает считать себя, когда Богом, он может легко бросить близкого человека. Пойти к другому, понимаете? Он тоже слепнет. То есть мы сами кормим змею молоком. А если змею кормить молоком, вопреки ожиданиям, яд становится еще более ядовитым. Вроде ты хорошей вещью кормишь, любовью. Молоко — это энергия любви. Но яд становится еще более смертельным. Поэтому если человек гордится собой, его надо воспитывать, а не смотреть ему снизу вверх. Продолжение следует...